Всем привет! Сегодня я хочу поднимать для вас шоппинг-блог. Надеюсь, удастся найти что-то интересное на весну, может быть даже на распродаже. Ну и все, пойдемте! Так, давайте начнем с Зарой. Кстати, там еще остались крутые распродажные вещи с большущими скидками. Первый образ у меня с такой замечательной белой удлиненной хлопковой рубашкой. У нее красивейший декор в виде шитья, вроде бы так это называется. Вообще, кстати, сейчас эта тема очень актуальна. Эту рубашку можно носить разными способами. Во-первых, как платье, если придумать что-то вниз, так как, само собой, она все-таки просвечивает из-за этих дырочек. Второй вариант носить ее как накидку, как второй слой в расстегнутом виде. Ну и, само собой, просто как стильную рубашку. Как на выпуск, так и в заправленном виде. Я ее примерила с очень стильными сапогами с огромной скидкой. У них красивая форма и мне нравится этот винный оттенок. Видовая мини здесь заслуживает отдельного внимания. У нее очень классная, необычная фактура. Это такое плетение из толстых хлопковых нитей, ну и неизбитый стильный фасон. Если вам такая длина подходит, то очень рекомендую вживую пощупать, посмотреть, потому что вещь действительно стоящая. Если вам надоел леопард, надоела рептилия, то вот, пожалуйста, Зара нам предлагает примерить на себя пятнышки жирафа. На самом деле, довольно свежее прочтение тренда на анималистичные принты. Также мне очень понравился фасон у этого платья. Я его примерила с потрясающим на мой вкус пальто. Оно очень тяжеленькое, у него прям такой плотный материал с приятной рыхлой фактурой и приятнейший пудровый оттенок. Единственный момент, даже при примерке оно вставляло ворсинки. Возможно, это пройдет в процессе носки, потому что у меня, например, такое бывало со свитерами и кардиганами. В принципе, всегда проходило. Очень базовое, слегка притальное черное платье. Оно просто супер универсальное. При помощи других элементов можно образу с ним придать просто любое настроение, звучание. От строгого офисного до гранжевого. В первом варианте у меня очень простая. Также универсальная обувь, стильные актуальные формы, фактура. И снова это прекрасное пальто. И второй вариант как раз совершенно другой уже по характеру. Здесь очень крутая обувь с активным декором. Вообще, это не всегда хорошо, но, например, в данном случае просто супер. Смотрится абсолютно стильно и актуально. Такие ботинки, например, будут идеальны для любителей образов из очень простых базовых вещей. Потому что они как раз добавят изюминки и характера. Чтобы составить этим платьем что-то более расслабленное, гранжевое. Помимо обуви, я здесь решила надеть сверху какой-нибудь дурашливый, в хорошем смысле, оверсайз худи. В зоре мне подвернулось только такое. Такая немного странноватая вещь. Это какая-то коллаборация с Макдаком. Я вот не уверена, что я бы хотела на себе такой брендинг носить. Если у Маскина, например, получается подобные штуки сделать очень иронично, весело и стильно, то, ну, тут даже не знаю. Но, тем не менее, мне очень нравился в итоге какой получился образ. То, как все сочетается между собой, какой эффект в итоге производит. Ну, а худи уже может быть абсолютно любым. Главное, чтобы был баланс по объемам. Я просто обожаю юбки и платья из эко-кожи. Ну и вот, собственно, вариант стильного классного платья. Внутри оно, кстати, очень мягенькое и приятное. За счет того, что оно расстегивается, оно тоже очень многофункционально. Супер стильно смотрится в качестве второго слоя, как накидка или рубашка. Единственное, если как рубашка, то заправить ее получится, конечно, не в любой низ. Мне очень нравится, какой образ получился. Прикольный, расслабленный. Футболки этого и других приятных приглушенных оттенков сейчас отдают просто за копейки. И также здесь свободные, удобные брюки. Такие будет очень легко сочетать с любым верхом. И цвет у них хороший, приятный. В бершке я нашла очень классную юбку. Несмотря на длину, она не утяжеляет низ, не приземляет. Даже если вы маленького роста, даже если на вас обувь на плоском ходу. За счет того, что спереди у нее есть такой довольно большой разрез. Ну и опять же, высокая посадка. Мне прям очень она понравилась, действительно здоровская. Мне захотелось с ней сделать что-то удобное и комфортное. Поэтому я выбрала сюда супер актуальные массивные кроссы. Они сейчас, на самом деле, просто повсюду в магазинах. В бершке, например, они активно эксплуатируют дизайн буффало. И, блин, с яговских трипл эс. Но вообще, вот такого чего-то массивного полно прям везде. И если вы не любите массовые модные явления, то, наверное, лучше такие кроссовки избегать. Потому что на улицах их и сейчас уже много становится. И будет все больше и больше, я уверена. Но меня это не смущает, по крайней мере, пока. Желтый лонгслив, такой, чтобы он сделал прям по фигуре, я здесь выбрала для баланса. Для баланса с массивными кроссами и блейзером. Кстати, очень хороший блейзер. Сейчас на селе в бершке много самых разных, классных, стильных. Можно выбрать свой размер, можно больше. И уже совершенно другой по настроению, по гамме образ. С стильным клетчатым пальто. Верхняя одежда с хорошими скидками, кстати, тоже было много в бершке. Очень разный, стильно выглядящий. Но вопрос, пожалуй, только в качестве. Также у меня тут мягенький базовый джемпер. Это новая коллекция. И юбка из искусственной кожи. В принципе, если вы мои видео смотрите, то вы знаете, что это одно из моих самых любимых универсальных решений в плане низа. Этот вариант, кстати, неплох вполне. Хорошо садится. Но длина не всем подойдет, потому что она прям совсем мини. Обувь с принтом и фактурой под рептилию. Это такая трендовая деталька тут. Хотя, в принципе, такая обувь, я считаю, вне времени. Просто сейчас на нее бум пришелся. Мне очень нравится, как этот принт смотрится в сочетании с клеткой в этом образе. В пумбире я составила образы с моими любимыми джинсами оттуда. Модель мам, конечно же. Сейчас, кстати, есть очень крутые оттенки. Мне больше всего понравился вот этот вариант. Такой красивый, винтажно-синий какой-то. Также там были варианты с рваными краями, были с обычными. И они разные длины там, обратите внимание. Первый вариант у меня с рубашкой из вискозы. Очень приятно ощущается. И они там есть в разных удачных приглушенных оттенках. Второй вариант у меня с полосатым свитшотом. У него смесный состав. И обычно, по моему опыту, такой состав наиболее хорошо себя ведет. Он и комфортный, и в то же время более износостойкий, например, нежели чем свитшот просто из хлопка. И также базовые белые кроссовки. Хорошие, ничего лишнего. Закос под стенсмиты. И стенсмиты, они, конечно, мягче и удобнее. Третий вариант у меня с базовым худи фисташкового оттенка. Кстати, тоже они там были в разных приятных цветах. Абсолютно простые, базовые. Вообще, полумбир меня как-то порадовал своими красивыми оттенками именно в этот раз. И пальто здесь везде тоже отличного универсального цвета. Базовое, приятное, но тонковато, мне кажется. И напоследок, в общем, я была. Образ дня очень удобный. Я что-то подобное ношу крайне часто. Ну что ж, спасибо за просмотр. Если хотите, чтобы такой формат уходил почаще, поддерживайте лайками. И скоро увидимся. Субтитры подогнал «Симон»!